добрый день у нас сегодня вторая встреча в сериале виртуальная гостиная проблемы перехода я яков фельдман со мной игорь зимонов михаил макаров игорь михаил добрый вечер михаил помашите ручкой хорошо я начну с того что повторю кратко тезисы тезисы нашей общей концепции и потом добавлю тезисы которые подводят итог предыдущей встречи для этого я сейчас делаю демонстрацию экрана и мы эти тезисы посмотрим вот есть два блока тезисов первый блок тезисов рассчитан на то что к нам будет присоединяться еще люди и они будут присоединяться и в том случае если и устроить вот это рамка обсуждения эта рамка или этот фреймворк состоит из пяти пунктов во первых мы обсуждаем будущее нашей страны в терминах траектория и развилка сейчас мы находимся на устойчивой траектории и это значит что мы можем чуть ускорить и чуть замедлить но не можем свернуть но где-то впереди там есть развилка и мы к ней движемся и мы должны быть готовы в этот момент повлиять на ситуацию второй тезис состоит в том что нас интересует только такой переход только такая развилка которая сопряжена с разрывом плавная непрерывное перемещение с одной траектории на другую траекторию нас не интересует мы тут не сможем повлиять на совсем никак третья мысль состоит в том что мы предполагаем что если другие группы гапса который обсуждает эту тему и наша задача эти группы как-то соединить и в конце концов четвертый пункт и эти группы должны достичь некоторого общего языка некоторого консенсуса причем я различаю консенсус истинный консенсус ложный консенсус ложный это когда вы говорите фразу и все понимают каждый по-своему так быть не должно вы должны излагать настолько ясно что понимание было одинаково вот если вас устраивает такой такая рамка то вы можете присоединиться и вступить с нами в диалог а второй блок тезисов это некоторый итог предыдущего обсуждения ну отмечу ошибочность фигуру молчания если мы думаем что мы понимаем все но не проговорили это и другие не знают что мы понимаем то надо непременно проговорить мы не можем полагаться на то что все все понимают одинаково скорее всего это не так вторая мысль состоит в том что у нас все время три точки зрения философская то есть в каких терминах описывать социологическая то есть какие силы учитывать и про политическая то есть какие-то конкретные люди какие-то конкретные мероприятия тоже должны быть прописаны третий пункт я бы назвал визионерство мы должны увидеть целостную картину вот как бы представить себе кино потому что тогда мы можем тогда мы можем эту картину мира картину будущего предлагать другим людям и это будет привлекательно и они могут стать на нашу сторону только тогда когда они себе легко это представят ну если появляются новые идеи то их надо непременно вписывать старую картину чтобы они находили там себе место и не разрушали а находили гармонию с тем что уже сделано очень важный элемент согласия и согласования это периоды и название и терминология про эти периоды тут будут периоды тут будут контрольные точки и критерии контрольных точек и на каждом периоде будут свои эксперты источники программы давайте посмотрим периоды у меня отдельная картинка есть значит вот мы видим процесс состоящий из четырех периодов я как раз обозначаю а b c d это четыре периода в последнем четвертом периоде d у нас должен быть работающий парламент которым должна быть довольна вся страна и он будет подтверждать и одобрять длинные глубокие реформы в разных областях и вот 1 2 3 это контрольные точки между первым периодом с первого на второго периода а на период b с периода b в период c с периода c в период d у этих контрольных точек должны быть свои критерии мы не можем перейти следующий этап если эти критерии не выполнены нам может придется еще подождать еще поработать но должны быть уверены что переход на следующий этап проходит все критерии сформулированы в этой контрольной точке вот этот чтобы собрать хороший парламент нужно провести хорошие выборы чтобы провести хороший выбор надо провести некоторые быстрые реформы и тут я вижу по крайней мере три блока экономический касающийся населения потребителей мелкого бизнеса но и возможно каких-то других отраслей политические реформы тут я сразу вижу судьба политзаключенных амнистия и роль регионов и третий блок это судебно избирательные реформы которые должны обеспечить хорошие честные выборы ну и для того чтобы мы прошли к быстрым реформам нужно нужны какие-то условия которые будут оформлены на этом этапе а но условное название перехват вот конечно проблема правительства и проблема силовиков их взаимодействия их конструктивного согласия ну вот вижу то картинку давайте вы сейчас мои собеседники отнесетесь к этому и мы обсудим это игорь пожалуйста ваше слово так но если можно вернуться ко второму слайду у меня есть там комментарии нет 2 это 3 значит вот переход равно разрыв тут может возникнуть ложное представление что разрыв это обязательная революция с кровью с вооруженным сопротивлением противовобоствующих групп и так далее очень хотелось бы этого избежать этого понимания поэтому тут надо как какое-то другое слово там придумать тем более что в принципе вот этот переход и разрыв он может выглядеть эволюционно как это сделал путин например он же не не осуществил переворот в 2000 году он мягко постепенно в течение примерно десяти лет выстраивших в рамках существующей экономической системы в рамках демократических институтов свою собственную вертикаль коррупционной власти не уничтожая эти институты а просто подменяя их суть точно также можно произвести обратную значит операцию то есть не переназывая ничего не разгоняя все а просто наполнить исходным так сказать назначением все демократии существующие демократические институты просто изменив их значение изменив их там права и обязанности и так далее то есть вот вот это вот надо как-то продумать проговорить меня сейчас нет конкретного предложения как это сделать но вот я считаю что это очень важная вещь потому что в народе очень многие боятся революции потому что это снижение уровня жизни хаос там и так далее и так далее этого все боятся и это все хотят исключить поэтому это важно я сразу по этому месту отнесусь во первых мы не можем себе позволить 10 лет как владимир путин это раз во вторых мы в таких разговорах за кадром уже договорились например до таких простых вещей как отменить все законы начинают 2020 год это конечно разрыв если мы будем менять по одному закону то это непрерывно а если все сразу то это разрыв так что тут слово плохое возможности слова революция потребляю как вы заметили вот вот разрыв это одномоментно однопакетно отмена целого ряда многих-многих-многих элементов старой системы по этом в этом смысле разрыв это не значит что тут будет уровне жизни потому что там те самые плюшки о которых мы тоже говорили вскользь как раз позволят сразу получить рост уровня жизни по крайней мере первые полгода ну тут есть основания полагать что это будет сразу можно это обсуждать но в данном случае я настаиваю на слове разрыв ну вы увидите что это может привести к негативным последствиям но хорошо тут ведь на самом деле происходит разрыв производной а функция остается непрерывной понимаете да то есть а а фактически это смек смена не разрыва смена вектор развития смена направления вот как-то так переход смена направления но это правда смена направления потому что сейчас мы движемся в прошлое такими большими большими шагами и по поводу групп соответственно тоже надо обозначить что это группы но вот таких же хлопобудов как мы которые там хлопочут о будущем вот надо просто обозначить до группы обсуждения иначе можно подумать что это группы влияния нет именно начинается слова дискуссия поэтому конечно группы обсуждающих ну да и поэтому лучше пояснить по второму следующий слайд да туда третий слайд значит визионерство я думаю стоит прямо сразу добавить что это общая картина может вообще от этого слова отказаться просто общая картина ну это понятно и и третий пункт да и на самом деле надо как-то обозначить какое общество мы хотим видеть допустим через 15 лет условно в результате реформ которые будут ближайшее время значит исполняться потому что без этого но мы нам очень трудно будет например договориться с коммунистами потому что они видят одно общество госплан национализация тра-та-та-та-та-та-та и не видят тех проблем которые это по которым это приведет им надо рисовать картину примерно такую как там за в северных европейских странах хорошо но да финляндия хороший хороший пример так и мне кажется имеет смысл добавить одну вещь но это вот на обсуждение да что мы хотим вот такое счастливое свободное общество вот инварианты такое понятие я пытался все в прошлый раз об этом сказать это имеется в виду набор тезисов или каких-то параметров характеризующих там обществе экономику и так далее которые мы должны отслеживать и ни в коем случае не допустить их падения там учет ну например это управляемость страной это выплаты зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам пособий там тема я понимаю что она должна быть но давайте вот это инварианты второе более глобальные например вещи я поскольку являюсь сторонником вот тех тезисов которые озвучил александр аузан из работы дугласа норта это три необходимых и достаточных условий перехода страны к устойчивому экономическому развитию там они эти три этих условий перечислены мы должны при любых реформах тоже отслеживать их как инварианты ну как одно из них коллективное управление силовиками вообще силовыми ведомствами ни в коем случае ни в одних руках не должно быть сосредоточено управление какими-либо силовыми ведомствами если вдруг в результате обсуждений каких-то там парламентских слушаний и так далее кто-то предложит это должно быть табу это запрещено инвариант нарушается стоп вот эти инварианты на самом деле там я думаю несколько десятков будет их тоже надо по ходу обсуждения как-то формулировать и про них не забывать хорошо это отдельная тема вот не вернемся и вопрос на понимание значит это уже к следующему слайду четвертый экономические реформы подразумевается под этим налоговая реформа ну вот я как бы не экономист и не берусь сейчас детализировать но я знаю например что ну я приведу пример что может быть в этом блоке если например отменить контрсанкции сразу пойдут цены на сыр например да и народ сразу это увидит в магазинах и вот это экономическая реформа которая затрагивает население сразу мгновенно и быстро и что касается налогов я не берусь на себя не беру на себя ответственность говорить какие должны быть налоги в какой момент это пусть скажут специалисты вот это про про сырые яблоки я могу сказать это по вам очевидно а вот про дормопроцент это пусть скажет милов или гуриев но я думаю налоговые послабления они тоже очень быстро скажутся то есть ну например не облагая применения видите блок вот это наверно относится сюда условия мораторий на проверки например мораторий на налоговые каникулы например и так далее но это надо я говорю о другом о таких вещах как например отмена налогообложения самозанятых в принципе вообще да да значит не облагаемый минимум устанавливается допустим 25 или там 50 тысяч рублей если человек зарабатывает он не платит налоги ну и там надо я тоже не готов там полностью и предметно это обсуждать но какие-то вещи вот я думаю что сюда имело бы смысл включить налоговые послабления в этом блоге список мы это к этому списку вернемся просто место блока тут есть я отмена пенсионной реформы понимаете это вот экономическая реформа которая касается всего населения ну и так далее там есть список но просто вот это место я застолбил мы к нему вернемся хорошо если вы закончили пусть я больше чего-то чего-то вот так михаил вам слова михаил ваши отношения ну мне в общем все нравится и больше всего мне нравится вот последний слайд который на экране вот собственно это вот так как я это видел я единственное хотел бы так очень мягко попытаться возразить игорю уважаемому я думаю что к сожалению вот как там перелом или разрыв это практически ну как бы неизбежность что нас ждет по той причине что власть находится в руках таких людей которые совершенно очевидно так сказать постараются оставить ее у себя вплоть до того самого момента когда они не поймут что это больше невозможно и также совершенно понятно что для того чтобы они поняли что дальше сохранять эту власть невозможно к сожалению ситуация должна в том числе для них очень сильно ухудшится то есть вот эта самая управляемость она должна будет перед самым переходом в самый критический момент дойти почти до нуля вот я считаю что здесь для нас наиболее таким актуальным примером является белоруссия в этом смысле да что даже как когда вот лукашенко который в принципе родной брат всей нашей так сказать начальства он несмотря на то что дело идет до полного кризиса управления он пытается все равно так сказать до последнего удерживать это в руках я тоже разумеется как любой вменяемый человек совершенно не хочу видеть революционных солдатов и матросов вот бегущих и стреляющих по низкому проспекту но при этом с другой стороны так сказать это 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 к сожалению зависит большей степени не от нас и не от тех кто будет пытаться так сказать эту власть перехватывать вот есть хороший вариант хороший вариант называется круглый стол то есть есть в хорошем варианте то есть если удастся так сказать мирными протестами массовыми дожать администрацию до того что они поймут что лучше пойти на переговоры и на серьезные уступки чем потерять все и если так сказать состоится круглый стол то то да в этом хорошем варианте собственно этот вот перехват вот этот цифра 1 на графике она будет происходить достаточно красиво так называемым там бархатным способом к сожалению таков вариант он он самый желаемый с нашей стороны самый желаемый но к сожалению он не единственный возможный вот дальше так сказать дальше то есть что происходит в точке 1 мы мы не можем предсказать это зависит от настолько большого количества факторов которые ну прогнозировать невозможно то есть как получится так получится вот ну да я я я собственно мысли сказал я хочу да пока она не ушла эта мысль слегка тоже возразить но во первых как поскольку мы высказали разные мнения соответственно я думаю будет полезно перечислить все возможные сценарии от самого жесткого там гражданской войны развала страны и так далее до самого мягкого желаемого и тут я это вот просто как дополнение сюда нужно перечислить сценарий перехода власти они где-то даже многие описывали многие аналитики а второе я хотел бы возразить вот чему что совершенно не обязательно что будет ухудшение такое которое там чуть ли не до нуля не заводит управляемость страной это совершенно не обязательно это зависит от мастерства действий тех или иных сторон играя за ну тут если взять беларусь играя за тихановскую можно и это известно было и там выступил например геннадий гудков рассказал что надо было делать в обязательном порядке для того чтобы не упустить момент перехватить власть и сейчас бы уже тихановская сидела бы спокойно в минске а там лукашенко либо значит там занимал какой-то там свадебный пост либо сидел бы у нас уже в это на своей даче в рублевке на рублевке который у него там есть точно так же к сожалению я должен всех предупредить что при правильной игре власти силовиков и тех кто хочет сохранить действующие никаких шансов на лучшее рефор на лучшую жизнь на лучшую реформу у страны нет но это в том случае если они будут играть абсолютно правильно жестко жестоко и бескомпромиссно к счастью так бывает крайне редко ну там можно кубу вспомнить наверное можно вспомнить северную корею там это им удалось и они могут умереть вместе со своей страной такое тоже в истории не раз наблюдалось к сожалению там историки об этом мало пишут вот поэтому вывод какой мы должны стараться сделать так чтобы сценарий перехода власти был максимально комфортным для страны для населения и для будущего страны а не заниматься прогнозом как оно будет но наиболее вероятен наиболее худший вариант потому что ну закон на энтропии никто не отменял но мы своими субъективными субъектными действиями должны сделать так чтобы этот переход был максимально комфортным и безболезненным я закончил михаил давайте да я в принципе я согласен со сказанным ну как бы с такими замечаниями что вы сказали что если они будут ну они имеем ввиду администрация будет играть максимально правильно то нет никаких шансов но потом вы закончили эту линию тем что они таскать погибнут вместе со страной я предполагаю что в их планы совершенно не входит так чтобы например страна погибла не при этом уехали куда-нибудь с чемоданами денег это они могут а вот погибать вместе со страной нет поэтому на самом деле этот вариант неудачный вот поэтому я полагаю что это сказать и вариант удачный в том числе для них чтобы переход совершился достаточно мирно и казалось бы получается что у нас вместе с ними интересы одинаковые проблема состоит в том что то что это понимание что без перехода и без передачи существенной части власти обществу невозможно выжить им это понимание придет очень поздно и ну тут мне кажется не надо быть семи пядей во лбу для того чтобы понять что что это действительно произойдет очень поздно а эти процессы они имеют еще собственное некое развитие собственно некоторую инерцию то есть удастся ли в тот момент когда произойдет осознание что пора вести переговоры так сказать собственно эти переговоры начать может быть те силы которые то есть может может получиться что кривая занесет противоположную сторону то есть например будет в этом смысле не как в беларуси мощь восставших масс будет настолько велика что они будут прекрасно осознавать что они сейчас как мух снесут просто это действующая администрацию не надо с ней не о чем договариваться и мы их условно говоря там просто перевешиваем на столбах я совершенно не призываю к этому да мне этот сюжет совсем не нравится но я говорю что может быть ведь и такая вещь то есть причем для россии она вообще довольно свойственно страна скать огромная народ на мой взгляд существенно более эмоционально чем белорусы и так сказать тут можно просто припомнить все и вот это собственно эмоциональная волна может все разрушить вот я я тоже за то чтобы как как можно скорее проявила вменяемость администрация но пока их жареный петух не клюнет они этого не будут делать давайте я добавлю значит вот эти примеры первый пункт первый те примеры которые привел игорь куба северная корея белоруссия эти примеры и понятны только в том смысле если видеть рядом с ними россию я сталина рядом с ким ирсеном хрущева рядом с кубинцами и путина рядом с лукашенко без этого совершенно непонятно но если есть такая поддержка то тогда все понятно это первое россию поддерживать будет некому китай я думаю что не будет этим заниматься вот и кстати медведеву ставят вину что он допустил революцию в ливии путин вы можете постараться попрепятствовать но это уже детали не будем углубляться одна из наших положительных возможных результатов один из наших возможных результатов положительный состоит том что если например вот деятели сегодняшней власти будут знать что при именном их поведении мы не будем их преследовать какое-то время то может быть они сообразят что лучше пойти к нам на переговоры это одна мысль другая мысль состоит вот как вот чем я думаю что вот этот блок политический где политзаключенные амнистии что он очень важен с моральной стороны ну первая история шестуна например который последний за 15 лет на то что он не стал увольняться по собственному желанию с с районной администрации у него был конфликт не раунд кгб известно кто известно какой конфликт все известно так вот такая простая ситуация вот мы шестуна отпускаем он захочет требовать компенсации и крови этого генерала кгб но надо установить мораторий чтобы крови не раньше через год и чтобы он за длительным участием искупил свою вину может быть в этом что то есть но это чрезвычайно трудно чрезвычайно тонкое балансирование на грани и о нем тоже надо говорить но это одна из тем тогда сюда надо добавить люстрацию еще ну вот иллюстрация обязательно да только только видите игорь она наверное в следующем этапе то есть иллюстрация для высшего руководства там она должна быть мгновенной потому что нужно обеспечить отстранение их от власти причем безболезненное такое для них достаточно вот с тем чтобы они не стали противниками но в то же время если их сохранить на командных высотах то они быстренько очухаются и сделают произведут контр реформы этого желать вот это один из вариантов что контр реформы допускать нельзя ну хорошо давайте что мы еще сегодня можно обсудить или будем подводить итоги мы уже довольно много наговорили всего но я могу показать свой подготовленный материал по иллюстрации или это отдельно будет обсуждение значит ну давайте тогда это в следующий раз просто мы обозначили проблемой и мы это впишем еще раз диаграмму ну следующий раз я как бы подведу кратко итоги мы начнем с ваших докладов уже тогда более подробно хорошо давайте прощаться всего до свидания дорогие зрители для всего доброго до свидания